Проверить здоровье прямо в учебных кабинетах довелось школьникам с 3 по 11 классы. Своеобразная выездная поликлиника развернулась на первом этаже 32 школы. Акция включала три блока – рациональное питание, правильная осанка, здоровый образ жизни. Основные акценты проекта выбраны не случайно. Они считаются наиболее проблемными среди подрастающего поколения. На конец 2018 года среди школьников города Бреста зарегистрировано более 4,5 тысяч нарушений осанки и сколиоза. Около 3 тысяч впервые выявлено. Проводя эти мероприятия, мы заинтересовываем людей в здоровом образе жизни, в том, чтобы люди берегли свое здоровье. Ну и, соответственно, те, кто уже имеет определенное отклонение, главное, чтобы они дальше занимались своим здоровьем. И ими занимаются наши поликлиники, детские и взрослые. Проверить осанку, обследоваться у кардиолога, сделать электрокардиограмму сердца, УЗИ, щитовидной железы. Один на один побеседовать с психологом и психотерапевтом, наркологом и неврологом. Словом, проверяли как физическое, так и психическое здоровье школьников. Медосмотр, хотя и внеплановый, но к выездному медицинскому городку ребята отнеслись с интересом ответственно. Мне кажется, это очень здорово, потому что одно дело просто прочитать это в интернете. Ты прочитал, забыл все, и это как бы не усвоилось. А тут ты с этим сталкиваешься постоянно, ты видишь людей, с которыми можно это обсудить, ты понимаешь, что ты можешь задать любой вопрос и получить на него ответ. И, соответственно, это, наверное, разрушает какие-то границы и помогает легче воспринимать все это и запоминать, чтобы потом использовать это в жизни. Эпицентром активности стал блок «Школьное питание. Здоровое и рациональное», цель которого – показать альтернативу вредной еде. Вместо картофеля фри и бургеров – полезные вкусные рыбные и свекольные котлеты, а конфеты заменят гематоген. Здоровая нация – вот залог успешного будущего страны. А потому, когда врачи и специалисты в области питания идут к пациентам, они наоборот. Брещане уже давно не удивляются. Польза колоссальная. Одно дело, когда это говорят учителя, которыми они встречаются каждый день. И другое дело, когда приходят специалисты в своей области. И каждый специалист на более, скажем так, доступном уровне может рассказать, показать. Он сталкивается с этими проблемами каждый день. Ну и, соответственно, ребята больше доверяют таким людям.